Если ранее Знамя Победы доставляли то на джипах, то на гоночных спортивных машинах, даже на мотоциклах, в разные санатории абсолютно по-разному, то на этот раз в санатории Золотой Колос и вовсе не традиционно. Участие казаков здесь не случайно. Мероприятие организовано при участии гимназии номер 9, где воспитываются школьники в казачьих традициях. Сегодня сразу после передачи «Символа Победы» от одного санатории к другому они узнали много нового о Золотом Колосе, который расположен вблизи гимназии, а в годы войны был лечебной базой для тысячи раненых. Очень правильно, что эта акция рождена в Сочи, потому что она называется «Эстафета милосердия. Сочи – город-госпиталь». Потому что в годы Великой Отечественной войны город Сочи вернул на фронта Великой Отечественной войны около полумиллиона своих бойцов. Мы гордимся, что сегодня эта акция в Хостинском районе. В годы Великой Отечественной войны в Золотом Колосе располагались военно-морские госпитали. Сюда же с Севастополя был эвакуирован главный военно-морской госпиталь Черноморского флота. На операционный стол попадали все от матроса до адмирала. В период войны какое-то новое ноу-хау наши врачи придумали с использованием мацесты. На базе вот этой воды они делали мази, которые раненым смазывая, это очень помогало и быстро заживляло раной. Вот это одна из вещей, которые в нашем санатории впервые применили. За пять лет было спасено тысячи жизней. Об этом рассказывает экспозиция «Сочи – город-госпиталь». Да и живые свидетели тех страшных событий еще готовы делиться со школьниками и молодыми военнослужащими воспоминаниями военных лет. Такие же были молодые, задорные мы, смелые были и очень любили свой дом, свою родину. И передаем свой опыт молодым бойцам, чтобы они верили в нашу страну, любили нашу родину, любили свой дом и родители. А школьники завершили свой праздничный концерт «Песни День Победы» и вручили ветеранам подарки, сделанные своими руками. Стяг Победы пробудет в Золотом Полосе неделю. В следующий понедельник его также торжественно передадут в санаторию «Юность». Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.